В чем мы все коллективно виновны? То, что американцы стравили две части русского народа на взаимоистребление и потирают руки от того, что русский русского убивает. Битый битого везет и русский русского убивает. Они сделали таки это. Мы должны понимать это. Кто наш враг? А разговаривать сейчас поздно. Надо дождаться, пока русский солдат стоит над горою Алеша. Или весь блуд мира почему-то на плечи берет время от времени простой русский солдат. Люди блудят и воруют, брешут и танцуют, пляшут и смеются. Смеются над всем подряд, включая Господа Бога. У них в голове только комедий-клаб, шантеклера, шансоны, ели пили, все нормально. И потом, когда люди уже по ноздри в блудок залазят, уже скоро смерть всем, это все Господь останавливает. Начинается невыразимая всемирная свистопляска, которую вывозит на своих плечах простой русский солдат. Почему-то уже третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой раз в истории европейского континента мы это видим. В ответе за все, какой-нибудь Костромской сержант, наводчик артиллерийского орудия, или какой-нибудь ростовский капитан, командир подразделения парашютно-десантных войск. Вот эти парни, которые вообще ни в чем не виноваты, которые никогда на Мальдивы не ездили, которые не успели охаметь, потому что охаметь нещего, у них было простое детство, скромная юность и тяжелые армейские будни. Они выгребают на своих солдатских плечах всю мерзость современного мира, в которой мы все виноваты. Офшорные деньги, этих любовниц, которых купают в шампанском, обкраденную казну, маленькие пенсии, вот этот весь блуд всемирный выгребает сегодня русский Ванька. Опять. Это, ну, сердце может порваться от несправедливости этого мира, но они как раз спокойные, кстати. Вот этот русский прапорщик, русский капитан, русский подполковник, даже вот они там раненые, получающие от министра медали и ордена, они спокойные, они понимают, что это их работа, они должны это делать. Они должны вычищать эти авгивы, засранные, извиняюсь, конюшни, всей вселенной засранные конюшни. Выгребает русский Ванька опять.